МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами и для вас в эфире телеканал АРХИС-24, телепередача «Ваше право» и я, ее ведущий, Ахмат Барлаков. Это новый формат нашей телепередачи, в рамках которого мы постараемся точечно ответить на каждый интересующий ваш вопрос. Ну а отвечать на ваши вопросы, дорогие телезрители, сегодня будет адвокат Байрамукова Светлана Светлана. Доброго вам дня! Добрый день, Ахмат! Ну вот в редакцию нашей телепередачи поступило большое количество крайне интересных вопросов. И начинаю я с весьма необычного вопроса. Сохраняет ли несовершеннолетний ребенок право на жилое помещение в случае расторжения брака его родителей? Довольно интересный вопрос, Ахмат. И я полагаю, что на злобу дня, поскольку количество разводов не только в России, но и в Карачаево-Черкесской республике у нас увеличивается с каждым годом. В силу того, что само государство и законодательством предусмотрена защита прав и законных интересов ребенка, нам об этом говорит и Семейный кодекс Российской Федерации, то ребенок защищен в этом плане от того, что он будет вынужден выселиться из объекта недвижимости, собственником которого являлись его родители. Если один из родителей остается в этом объекте, проживает и прописан, является собственником этого объекта, то, безусловно, ребенок сохраняет абсолютно все права на это жилое помещение. И никто не имеет права выписать его, либо выдворить и выгнать, если говорить обыденным языком. Откратно это слышать. На самом деле, я очень надеюсь, что мы ответили на вопрос нашего телезрителя. И сразу, Светлана, давайте перейдем к следующему. Ребенок имеет в собственности квартиру, но прописан по другому адресу. Отец хочет ее продать. Что делать, интересуется житель столицы нашей республики. И снова мы с вами возвращаемся к Семейному кодексу Российской Федерации, который нам прямо гласит о том, что если ребенок является собственником, соусобственником, полагаю, в этом отношении скорее всего был договор купли-продажи с использованием средств материнского капитала, в соответствии с которым равными долями и частями распределяются доли в объекте недвижимости. Если, допустим, членов 7 четвертого, то по 1 четвертой. Даже если у ребенка в собственности находится хоть 1,25 даже, если условно говорить, то он является со-собственником этого объекта. И без согласия этого ребенка, а в этом случае без согласия органов опеки, как надзирающего органа над правами и законными интересами ребенка, данную сделку провести не удастся. То есть, в любом случае, при сдаче такого договора купли-продажи, там, где имеется, к примеру, сокрытие одного из сособственников объекта недвижимости, в любом случае орган опеки может выйти с инициативой о признании договора купли-продажи недействительным и незаконным. И это, в любом случае, карается уголовным кодексом Российской Федерации. Поэтому без согласия на то ребенка, даже если он является несовершеннолетним, в лице мы понимаем, что законный представитель там либо мать, либо отец и орган опеки, даже если есть родители. Поэтому нет. И, в любом случае, такая сделка еще, в любом случае, она заключается нотариальным договором у нотариуса. Ну вот, хотелось бы перейти к следующему вопросу. Это вопрос на крайне актуальную, мне кажется, тему. Нам отказали в пособии с 3 до 7 лет, не объяснив причину. Что делать интересуются у нас? Ну, один из самых, наверное, популярных вопросов, не только, думаю, у вас, но и у всех юристов, это отказ в предоставлении данных пособий. Отказ может быть выдан в следующих условиях. Немножечко предысторию расскажу. Первое – это отсутствие доходов вообще, либо превышение этих доходов. К примеру, в семье два родителя, отец и мать. Мать работает, но у нее заработная плата превышает. Отец работает. В общем, вкупе общий доход семьи превышает сумму величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. В этом случае положен, безусловно, отказ. Есть другая сторона медали, когда, к примеру, оба родителя не работают, и в этом отношении управление соцзащитой им отказывает. Правомерно ли это? Да, правомерно. В поправках к закону о выплате денежных средств детям от 3 до 7 лет сказано, что если родители не работают, и у них нет дохода, то необходимо подтвердить, в связи с чем они не работают. К примеру, к уважительным причинам относятся уход за ребенком до достижения им 3 лет. Декретный отпуск. Далее уход за пожилым человеком, недееспособным, за инвалидом и так далее и тому подобное. Либо должен быть человек в статусе самозанятого, то, к чему сейчас многие прибегают, либо должна быть какая-то временная нетрудоспособность у одного из родителей. То есть должна быть уважительность причины того, что родители не работают. Просто государство нам говорит о том, что любой трудоспособный гражданин Российской Федерации обязан работать и приносить доход своей семье. И если он, скажем так, без уважительной причины это не делает, не стоит, кстати, одной из уважительности причин является то, что человек пытался искать работу, встал на учет в Центре занятости населения Корочево-Черкесской Республики, подал заявление, но работу в соответствии с перечнем он не нашел, попытки были, он пытался далее еще заключить социальный контракт на то, чтобы найти работу, туда устроиться, получить определенную квалификацию для дальнейшего трудоустройства, то это считается, безусловно, уважительностью причин. То есть если хоть какие-то действия человек предпринимает для того, чтобы... Если всех этих действий нет, либо у вас превышен доход, либо вы не работаете, вовсе нет уважительных причин, то, безусловно, в этом отношении, да, правомерен отказ управления соцзащиты муниципального района, в который вы обратились. Я думаю, это максимально развернутый ответ на данный вопрос. Вопрос и перейдем сразу к следующему. Могу ли я получить земельный участок на третьего ребенка, если у меня уже есть дом, интересуются жители нашей республики? В соответствии с законом Карачаева Черкесской Республики о предоставлении земельного участка в связи с рождением третьего и последующего ребенка, наличие объекта недвижимости, будь то квартира, либо дом, либо, допустим, больше учетной нормы жилое помещение, это не является препятствием в получении этого земельного участка. Поэтому основанием для подачи заявлений на получение земельного участка является сам факт рождения третьего и последующего ребенка. Поэтому вполне законное желание получить этот земельный участок. Ну вот, хотелось бы перейти к следующему вопросу. Есть ли возможность получить льготы на обучение от государства, интересуются у нас? Есть ли они, Светлана? Есть, и даже их две льготы, они очень широко известны в сетях. Дело в том, что для студентов, и не только для студентов, вне зависимости от возраста, в силу, если нет возможности получить дополнительное образование. Первое образование, понятно, мы получаем его на бюджетной основе, второе, мы обязаны в соответствии с законодательством получать его плату. Но есть такая хорошая оговорка. Есть понятие социальный контракт, о котором я люблю говорить, и мало кто им пользуется. И пользуются они в той мере, в какой, как бы можно было. Есть социальный контракт на получение соответствующего образования. В рамках заключения социального контракта можно дистанционно, либо очно, заочно получить любое профильное образование, срок которого, срок этих курсов не должен превышать трех месяцев, в соответствии с которым можно получить уже не диплом, а какое-то удостоверение государственного образца. Стоимость этого обучения не должна превышать 30 тысяч рублей. То есть, насколько сейчас настолько много, не только вебинаров, настолько обучающих программ много в сети, обучающих подкастов, с выдачей определенного удостоверения и с правом заниматься определенной деятельностью, что это является огромным подспорьем не только для молодежи. Да, и более того, я бы хотела сказать, стоимость обучения, если составляет, допустим, менее 30 тысяч или 30 тысяч, вы заключаете социальный контракт, договор заключаете вы от своего имени, и это очень важно, объясню почему. Потому что в последующем, если в этом году вы заключаете договор на обучение в рамках социального контракта, в следующем году вы можете получить налоговый вычет за обучение. Да, это очень важно. И далее же в рамках того же социального контракта вы можете открыть либо статус самозанятого, получить на это еще какие-то пособия, получить выплату, либо открыть статус индивидуального предпринимателя, на что тоже дается до 250 тысяч рублей. Поэтому в связке, к примеру, не только получить образование, но и трудоустроиться в последующем, по-моему, это очень-очень выгодное предложение от государства. И отметим, что это все законно. Это не какие-то схемы, которые мы только что придумали. То есть не нужно никому идти с подпола, с кем-то договариваться. Второй момент, этот соцконтракт заключается через управление органов соцзащиты. Второй момент, вторая льгота, она идет через управление по труду и занятости. Это УСЗН, как мы говорим аббревиатурой. Там обучение можно получить тоже как дистанционно, так и очно, заочно. Но здесь есть как и плюсы, так и минусы. Плюс, в отличие от соцконтракта, в том, что стоимость обучения может составлять до 48 тысяч рублей. Но для этого гражданин не должен быть трудоустроен. Либо он должен находиться в отпуске по уходу за ребенком. Он может получить как повышение, если мы говорим о женщинах, кто может получить повышение квалификации и претендовать на ту должность, на которую не могла она претендовать, работая в данной организации. Она получила образование, но налоговый вычет за эти 48 тысяч она получить не может. После окончания отпуска по уходу за ребенком, этот документ государственного образца предоставляется работодателю, в соответствии с которым далее человек должен уже обязан, государство обязывает работодателя трудоустроить в соответствии с этим удостоверением, с данной квалификацией. В этом есть определенная прелесть. Но что касается нетрудоустроенных, если вы выбираете определенную квалификацию, определенную профессию, проходите обучение, тут уже договор заключается не с вами, договор заключается с УСЗН и образовательной организацией. И вас обязывает по истечении определенного периода трудоустроиться в соответствии с данной квалификацией. То есть это уже не обязанность руководителя, это обязанность ваша. Отлично. Я думаю, это просто отличная возможность для каждого нашего телесрителя. Если у вас возникли какие-либо правые вопросы, пишите на страницу Instagram Arches24 или на e-mail, который прямо сейчас вы видите на своем экране. Светлана, спасибо вам огромное. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok